Привет, друзья! Как вы меня, наверное, узнали, меня зовут Виталий Я прошел обучение в школе автомалеров Олега Нестерова Сейчас еду домой, домой в Москву Только мы выехали, сегодня получили диплом Знаете, хотел бы я оставить отзыв о школе Олега Нестерова Так сказать, о жизни изнутри В целом, в целом, мне все очень понравилось Я рекомендую посетить школу Олега Нестерова Для тех, кто так или иначе хочет себя попробовать в роли автомалера Либо для себя, либо для того, чтобы начать как новую профессию свой Обучение проходит, в общем, по программе По заранее подготовленной Олегом То есть, все прямо пропорционально То есть, все как и должно быть То есть, я остался очень доволен программой Вот Все рассказывать не буду, все видно на видео В принципе, все основные моменты Олег снял, показал, рассказал Для тех людей И я думаю, по видео будет понятно, стоит человек уехать или нет Мое мнение, что стоит Вот, что еще как бы рассказать В общем, доволен одним словом Олегу большой привет, респект Мы с ним будем списываться Он как бы пообещал помогать По возможности, конечно, там какие-то вопросы будут возникать Будут поддерживать Вот, ну что же Ну а мы в Москву Ну и в продолжение отзыва моего Вот я уже в Москве Доехал нормально Дорога хорошая Без гаичников, слава Богу Вот Ну и что еще хочется рассказать О школе автомалеров Олега Нестерова Хочу рассказать О тех условиях, в которых мы жили На самом деле, как бы условия были Ну, честно говоря, для меня это было бы удивлением Олег поселил у нас санатория При железной дороге белорусской Вот, в которой В которую входило, то есть, проживание, питание И там небольшой досуг Как бы, да, то есть номера приличные Все, в принципе, как бы устроило Вот Питание было неплохое То есть мы ездили на обед Как бы, питались в санатории Ездили на обед Потом ехали обратно в гараж Как бы Вот, вечером у нас был бильярд Я, как человек спортивный Как бы, ходил, занимался Там есть зал ЛФК Тренажерный зал, подтягивался Там Качал бицепсы И прочее Вот, в принципе, это что у нас О О тех условиях, да, в которых мы жили Значит, что касаемо свободного времени Да, как бы, съездили мы на гонки На автобои Как вы по видео поняли Была такая Небольшая неприятность Бои были перенесены Тут, как бы, это не вина, как говорится Все это осталось на совесть тех людей Которые все это мероприятие сорвали Вот, съездили в Баранович Вот, походили, гуляли по Бресту Есть что посмотреть То есть, первый раз был в Брестской крепости Ощущения, конечно, такие Словами не передать Когда Находишься внутри И понимаешь, что Что там было Семьдесят лет назад Какая там лилась кровь Даже больше семидесяти И, конечно, честно говоря, дух захватывает Дух захватывает Как бы, это дань памяти Нашим бабушкам И дедушкам Вот Погуляли по городу Там прикольный парк То есть, можно было там Сходить Как бы, ну, я лично не ходил Как бы, на коньках покататься Можно было в бассейне поплавать Можно было на природу съездить Погода уже, как бы, позволяла Что еще рассказать Ну, то, что я, как бы, получил Первичные знания В школе Конечно же, я крутым спецом не стал Супер маляром таким Оттуда я не вышел, конечно же, да То есть, сейчас у меня в планах Есть уже два автомобиля Которыми я буду заниматься Там, то есть, мелкие Дефекты, которые нужно выбирать, да То есть, ну Большое, как бы, спасибо Подписчикам, был удивлен Что такой интерес к моей персоне, да Как бы, появился Люди пишут, чтобы я создавал канал Как бы, да Но об этом На это что ответить, да Как бы Тема там, может быть, и прикольная Да, но сказать честно У меня не хватает фантазии, да Вести, как бы, свой канал То есть В Москве, как бы, я занят Как бы, да У меня есть работа Есть, как бы, семья Которой тоже нужно уделять время Вот И, ну, может быть, в будущем Почему нет Если будет какая-то возможность Да, я там сниму Покажу, что я сделал Как я сделал Какие были дефекты Если, в принципе Желания, как бы И возможности будут То я, как бы, с удовольствием Это сделаю Думаю, Олегу пришли Он выложит Вот На своем канале Ну, в принципе, что Как бы, да Школа мне лично понравилась Как бы, да Вы смотрите сами То есть Мнение такое Я, конечно, посоветую, да Приехать, да Отучиться, но Ну, нужно понимать, да Что Вернувшись Домой, да Вот вы отучите Получите знания Поддержите в руках инструмент По крайней мере Будете разбираться В инструменте Это тоже немаловажно, да Понятие того Что вам нужно А что вам просто не нужно Что, как бы Много просто таких приблуд Реально Которые продают Которые просто нафиг не нужны То есть Без них можно Спокойно работать Как бы То есть Все увидите Все посмотрите Все пощупайте Да, вот лично У меня была такая цель Именно все потрогать Вот Получил Первичные Вот эти Знания Вот эти все мелочи Да, конечно Которые Там в силу каких-то обстоятельств Олег тоже Не может Все Донести В своих видео В своих описаниях Да, потому что Как бы Это правда мелочи Это все индивидуально Это все спрашивается Все узнается Уже на месте Как бы Вот Он показал Как бы Да, я понял Вот И надеюсь Что у меня Как бы все пойдет Как бы Да, то что я задумал По крайней мере Я остался доволен Я остался очень доволен Как бы И рекомендую Тем людям Которые хотят Как-то Себя Попробовать В этой Профессии Да, так скажем В этой сфере Как бы Да Но я рекомендую Все-таки съездить Как бы Вот Потому что Ну, чтобы Чтобы было Действительно Понятие Да Как бы Еще такой момент Кстати Камера Да Не передает Той усталости Которая Не передает Той нагрузки Да Которую ты получаешь Когда ремонтируешь машину На самом деле Это труд Такой Как бы Не так просто Заниматься Покраска Автомобилей И многие Там смеялись Как бы Насчет Моих Защитной Одежды Да Но Дело ваше Как бы А здоровье Мое мне дороже Как бы Да То есть На самом деле Это запахи Да Это Та химия Которая Впитывается В кожу То есть Я на самом деле Как бы Забочий Своем здоровье Забочий О том Чтобы у меня были Дети здоровые И Это на самом деле Не шутки Как бы Ну Кто-то посмеялся А кто-то Наоборот Сделал свои выводы Насчет средств защиты Если это все Как бы Продается По крайней мере Да Значит Не просто так Не ради Какого-то маскарада Как бы Да Чтобы нам Людей повеселить А для того Чтобы просто Банально Сохранить Своё здоровье Вот Поэтому Как бы Да И вот этот Момент Он немаловажен Да Чтобы понять Физически Вытяните вы это Или нет Сможете ли вы Покрасить машину Лично я Скажу честно Я сдулся Когда Мы красили Фиат Когда Олег Положил Поклал Третий слой Краски Меня уже Не хватило В респираторе Да В очках В моём комбинезоне Остаться Для того Чтобы покрыть Лак Потому что Реально Физически Тяжело Неподготовленному Организму Это реально Сложно Тем более Если ты с этим Никогда не сталкивался И не имеешь Даже не имел Как я Не имел Никакого Малейшего Представления То есть Так просто Видео Посмотрел Да Вроде Всё Легко Всё Просто Но Фиг Та Там То И Косяков Можно Напороть Когда Просто Подготавливаешь Деталь Перетереть Как бы Это вообще Зачастую Всех новичков Бывает И самое главное Что потом С этим сделать И вообще Понять Что ты Перетер Что ты Как бы Что ты Как бы Допустил Ну Как бы Сделал Косяк А своим Как бы Да Вот этим Движением Ты конечно Самостоятельно Можешь не отличить А когда ты Покрасишь Да У тебя Вылезет Какая-то Хрень И ты Будешь Чесать Лепу Думая Думая Почему Вообще Это все Произошло Да И будешь Искать Причину Наверняка В краске В пистолете В чем угодно В компрессоре Хотя на самом деле Все кроется Именно Самое сложное Это подготовить Да Покрасить Ну так сложно На самом деле Да Подтеки Все убираются Это все Как бы Делается На раз два три На самом деле Да Но самый сложный Процесс Это все-таки Подготовки Как бы Вот И У меня Была такая Возможность У нас У нашей группы Да Учеников Мы Как бы На это Очень хорошо Вбили времени Да И Как бы Я допустим Очень много чего Узнал Несмотря на то Что Я слежу За каналом Олега И Как бы Тем не менее Тем не менее Как бы Вопросы были Вопросов было много Не у меня У одного Как бы Ребята все спрашивали Как бы У всех свои Вот Поэтому Ну такой вот Отзыв Для школы Олега Как бы Да Это Мое Субъективное Мнение Кто-то Посчитает Может быть Скажет Зачем мне Туда ехать Ну Каждый человек Принимает решение Как бы Для себя Сам Вот Как бы Я тем не менее При своей Сей занятости Да Я нашел Время Как бы И съездил Я не пожалел То есть Знания Как бы Я получил Ну Фундамент Как говорит Олег Действительно Да Фундамент Я залил В своей голове Как бы Да Осталось Это все Дело Теперь построить Вот А что Из этого Получится Ну Блин Будет Возможность Я поделюсь Как бы Своим Успехом Вот Всех Как бы Планов своих Я рассказывать Не буду Это секрет Фирмы Вот Но кому интересно Как бы Кому Кто вообще Хочет со мной Пообщаться Что-то узнать Что-то спросить Ради Бога Пишите Я есть ВКонтакте Найти меня несложно Все знают Мою фамилию Кто следил Как бы Да У нас ВКонтакте Всего два таких Человека Я думаю Фотографии Меня все узнают Все найдут Вот Если кому-то Что-то интересно Пишите Спрашивайте Может быть И даже Посотрудничаем Вместе Если кто Есть Автомалеры Или просто Ребята Которые хотят Поработать Да Как бы В скором времени Будет площадка На которой Можно будет работать Заниматься Прикраской автомобиля И каким-то еще Кузовным ремонтом Ну это Такой Такая реклама Что-то Не знаю Да Реклама Не реклама Но тем не менее Как бы Да Сейчас С работой Напряги у всех Тем не менее Как бы Да Если кому-то Что-то будет интересно Скидывайте Резюмешки Я буду Рассматривать Буду смотреть Там уже дальше Все посмотрим Вот Ну ладно Всем привет Олегу Большой привет Респект Ему Я с ним Кстати Сейчас Только что С ним Общался Олег Поддерживает На самом деле Для меня Тоже Немаловажно Какие-то Вопрос Все равно Который Там не успел Уже Здесь Вот Они возникают Особенно У меня С компрессором Целая история Как бы Вот Вышло Как бы Да Очень Большой Выбор И Реально Сложно Выбрать Ну Олег Слава Богу Помог Все Осталось Все Заказать Доставить Все Будет Нормально Вот Смотрите Канал Олега Несеров Рекомендую Вот Для тех Кто Все-таки Если Надумает Думает Ехать Или Не Я Что Еще Мое Мое Мнение Такое Ехать Или Не Ехать Ты Готов К Этому Посвятить Себе Освоить Эту профессию Я Все-таки Рекомендую Все-таки Съездить Потому Что Сам Сам Конечно У Олега Много Видео Обучающего Он Много Чего Рассказывает Конечно Ну Потратишь Ты гораздо Больше Времени Чтобы Это Все Освоить Чем Вот Эти Две Недели Которые Это Каждый Человек Может Найти Если Ты К этому Серьез Воспринимаешь К этому Относишься Не так Просто Поехать Потусоваться Отдохнуть Вот Ты Эти Деньги Очень Быстро Вернешь Когда Начнешь Что-то Заниматься Поэтому Думайте Решайте Принимайте Решения Выбор За вами Мое Мнение Такое Съездить Вот Но Все Затянуло Свой Отзыв Планировался Он Коротеньким Быть Всем успехов Пока